Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия. Я Вика. Я к вам, как обычно, за советом периодически обращаюсь. Вот сегодня вам решила показать вот такой вот топ-жилет. Я бы сказала, что это жилет. Он написан как топ. Это Шанель из прошлой коллекции, по-моему, 2000 года. Прислала мне фотографии моя подписчица с просьбой разобрать, как бы этот жилетик. Потом я его попыталась найти. Нашла я его на сайте Шанель. Он еще там где-то болтается. Вот. Интересная модель, как по мне. В исполнении вот там вот листики, если очень плохого качества фотографии, им плохо видно, девчонки. Вот что меня беспокоит. Может, у кого-то где-то есть, может, кто сохранил по лучшему качеству фотографии. Пришлите мне, пожалуйста, в любую социальную сеть. Ссылки есть под видео в описании. Пришлите, чтобы получше рассмотреть. Что вижу я? Там лепесточки, там веточка, которая потом уже привязана крючком, либо пришита. Но я бы так предположила, что привязана крючком цепочкой. Эту я вам покажу. Кто не знает, если все-таки проголосуете за этот топ-жилет. Вот. И мы можем попробовать его сделать. Моделька интересная. Мне нравится. Поэтому я бы, наверное, с интересом бы ее попыталась повторить. Вот. Ну, в принципе, все зависит только от вас. Вы это знаете. По поводу того, что я сейчас делаю. Я делаю вот этот брюнелла кучинелли жилет, который мы хотели с отстегивающими рукавами. Еще думаю, делать ли его или делать жилет, или все-таки делать рукавчики отстегивающиеся. В общем, он у меня скоро будет на канале. Так что ждите. Буквально пару дней, и он будет. Он уже на завершающей стадии. Вот. И кардиган свяжу в мини-версию. Вот. А потом уже, если что, вот этот вот жилет, если вам он понравится. Мне нравится. Вот интересная вещь такая. Тем более сейчас... Хотя, говорят, не договорила мысль. Тем более сейчас, как бы, пока еще модно, ну, до талии высокая посадка брюк. Вот видите, он хорошо смотрится именно с такой посадкой. Вот. Хотя, говорят, уже я слышала, что опять будет модная вот эта низкая посадка, куски тела, боков наружу. Вот. Поэтому, не знаю. Пока есть возможность поносить высокие брюки, давайте свяжем такой топик-жилетик. Ну, я думаю, он пригодится нам. Да. Я так думаю. Что он нам лишним не будет. Тем более, моделька интересная. Вижу там и шишечки. Вот, не пойму, очень плохо видно. Не пойму, как сделаны шишечки. Либо они просто из цепочки, как бы, закручены. Либо они, ну, вот. Вот здесь, как бы, на некоторых местах мне, как бы, видится, что это цепочка такая закрученная. А на некоторых, мне прям кажется, что это шишечка. Ну, вот, не знаю. Может, там два варианта исполнения. Ну, еще буду думать. Надеюсь, конечно же, на вас. Возможно, кто-то мне пришлет. Вот, видите, вот на этом, как бы, на этой картинке хорошо видно прям объемную шишечку и плоскую шишечку. Ну, это мы еще подумаем. Свои мнения вы мне тоже пишите. Как вам видится исполнение этого жилета. Я все прочитаю, все обдумаю. И все-таки, я думаю, мы его, наверное, сделаем. Так я предполагаю. Не знаю. Увижу, увижу вашу реакцию. Как будет, какая будет ваша реакция. По ней посмотрю, стоит ли его делать или не стоит. Вот, девчонки. Это из наших ближайших, как бы, планов. А что касается шапок, шарфов, уже скоро начнется сезон. Девчонки, присылайте мне в Инстаграм идейки. Вот, что бы вы хотели, допустим, да, мастер-класса на эту модельку нет. Присылайте. Будем разбирать, будем вязать. Вот, будем одеваться на зиму. Ну, а, в принципе, на сегодня все, девчоночки. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.